Спорный вопрос. Конфликт между компанией Караганды Жарык и акционерным обществом Централ Азия Цемент продолжается. Напомним, что две компании спорят о деньгах. Одно предприятие должно другому. О непростых спорах в материале наших журналистов. Как всем известно, согласно приказу Дарем по Карагандинской области, с 1 января 2011 года был утвержден предельный уровень тарифа на услуги по передаче и распределению электрической энергии. Тариф был рассчитан на объем энергии акционерного общества Централ Азия Цемент, который в настоящее время не оплачивает счета за оказанные регулируемые услуги и уклоняется от заключения договора на услуги по передаче электрической энергии. А это может привести к увеличению тарифа на электроснабжение, говорит Алексей Хижняк. Начиная с 2012 года, а вот Централ Азия Цемент уклоняется от заключения договора на регулируемые услуги по данному пункту. То есть на сегодняшний момент он вообще ни одной тринги не оплачивает за оказанные услуги. Как выяснилось, акционерное общество Централ Азия Цемент, которому принадлежит большой цементный завод Блисте Мартау, намерено судиться с ТОО Караганды Жарык. Энергетики утверждают, что предприятие задолжало им крупную сумму, которая к настоящему моменту составляет порядка 300 миллионов тенге. А другая сторона говорит, что ничего никому не должна. В нашей ситуации происходит так. Электроэнергия поступает по нашей высоковольтной линии, принадлежащей нам, заходит на портал ТОО Караганды Жарык и далее транспортируется нам же по нашей линии. В августе 2011 года вступило в силу решение суда о том, что при данном пути транспортировки передача взимания тарифа неправомерна. На основании этого решения суда мы прекратили оплату. Нужно отметить, что по результатам двух внеплановых проверок Дарем и заключения Госкомэнергонадзора нарушение антимонопольного законодательства в части применения тарифа, а также закона Республики Казахстан о электроэнергетике не выявлено. Поэтому будет ли расти тариф на передачу электроэнергии во многом зависит от решения суда. Миром Гусил Кимбаева, Боржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагантинский.